Интересная история, вырисовывается у нас тут в разработке еще один прем 10 уровня, причем это ББМка, еще одна, под названием прототип КФ-41 Линкс. И в принципе в статье разработчики сами говорят, типа, чего Линкс у нас же уже есть в игре Линкс, так какого же фига? А у меня, если честно, возник другой вопрос, подождите. Что-то слишком много этих КФ-ов, вроде как КФ-51 мы давненько ждем и вроде бы как части на него даже попадаются уже в боевом пути, но про него вообще тишина. Я, если честно, подумал, что это про этот танк речь, но нет, КФ-51 это все-таки будет основной боевой танк, насколько я помню, и пока инфы про него нету. А это еще один КФ, только 41, тоже Линкс. У нас есть ББМка Линкс, но эта ББМка настолько будет, типа, уникальна, что они решили сделать отдельным танком. В чем же фишка и будет уникальность этого танка? Давайте разбираться, но для начала небольшая предыстория его. В целом, это боевая машина пехоты, самая, типа, современная, от Rain Metal, и, в принципе, была создана для того, чтобы сделать нечто более простое и альтернативное той же Буме, которая была очень навороченная, очень крутая в плане, там, всяких технологий, но и в то же время являлась дорогой и сложной в обслуживании. Нужна была ББМка, которая была максимально такой простой, модульной, опять же, чтобы там все было менялось, минимум всяких вещей, которые могут в течение эксплуатации поломаться. И вот они придумали, собственно, КФ-ку. Сначала была КФ-31, более легкая версия. Это же КФ-41, ну и, в принципе, в чем смысл? Ну, КФ-ка, это означает облигатура от гусеничной машины с немецкого, и 41, это просто вес до 50 тонн. То есть, то была 31-ая, с весом 35-38 тонн. Это уже более тяжелая, и, в целом, здесь, что вообще за броня есть? Ну, ничего там сверхъестественного на самом деле нету. Это обычная, в общем-то, стальная, стальной корпус, в общем, корпус из обычной стали, который защищает буквально от калибра 7,62. Но там начинаются манипуляции, а вот сюда мы композитные панельки, если поставим, то тогда уже будет защита до 5-6 уровня станага. То есть, защита уже от 30-ти миллиметровых автопушек становится, а вот если мы туда поставим еще КАЗы и КОЭПы, так вообще хорошо, и еще и от ТРОВ это все будет хорошо защищено. Дымовые гранатометы, система защиты атмосферы от загрязнения радиоактивными биологическими и химическими веществами, в общем, все как полагается. Что касается подвижности, дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью от 755 лошадиных сил до, теоретически, 1475. Нифиговый такой разбег. Максималочка до 70 километров, по бездорожью 42 километра. Теперь что по вооружению. Более старый КФ-31 оснащался башней Rain Metal Lens с 30-ти миллиметровкой или 35-ти миллиметровкой. Вроде как для КФ-41 башня была модернизирована до Lens 2.0, но я из статьи так и не понял, в чем модернизация, что там такого Lens 2.0 появилось. По экипажу здесь у нас 3 человека и, естественно, десантное отделение 8 человек. 6 или 8 человек. Ну, собственно, в КФ-41 8 человек уже помещается. В принципе, эта машина пока еще не была так и не была принята на вооружение ни одной армии, но Венгрия прикупила себе уже, заказала 218 таких машин в рамках апгрейда своего устаревшего парка БМП. Что у нас будет в игре? Это премчик 10 уровня, пременная ББМка, КФ-41, Линкс. И тут в чем будет фишка? В чем же я все такое прям до конца статью читал и такой типа так-так-так-так-так-так. И в итоге в чем фишка? Чем отличаться-то будет от Линкса, который у нас есть в игре? Это будет все так же довольно большая ББМка, но вроде бы как должна танковать автопушки. В вооружении здесь будет два варианта орудия, кстати. Либо 30-мм автопушка МК-30-2, либо 35-мм автопушка Ватан-35. Пока непонятно, в чем их будет фишка, потому что в принципе оба орудия будут иметь два режима огня. Высокий с низкой точностью и низкий с высокой точностью. Но вот как бы в чем будет прикол выбора этих двух орудий? Обычно ты такой, ну я возьму калибр побольше, потому что он скорее всего будет покруче. Вот, это будет вопрос, в чем их будет разница. Ну и здесь естественно, помимо БОПСов, будут программируемые разрывные фугасики. Куда же теперь без них на этих-то уровнях? Ну и в общем-то все. Здесь только будет автопушка, ПТУРОВ здесь не будет. И тут мы добираемся до, в общем-то, главной типа фишки Линкса. Именно в этом Линксе, КФ-41, будет специальный новый десант под названием ШТУРМОВОЙ ОТРЯД. В общем-то это обычные гранатометчики, вооруженные ракетными установками АТ-4. Но там будут боеголовки не кумулятивные, а именно термобарические. Такие, вот это интересненько уже, потому что, ну на самом деле, десант гранатометчики на высоких уровнях абсолютно бесполезны, как по мне. Они даже с более-менее каким-то картоном этого уровня уже не справляются. Вот эти как раз гранатометчики должны справляться. Я не знаю, как по остальным целям, а будет ли какой-то какой-то урон проходить. Было бы круто. Но, естественно, получше всего они будут справляться с другим десантом, либо с каким-то более-менее картонными целями. Ну, посмотрим, насколько это будет эффективно. То есть, вроде бы, типа, да, как бы фишка. Но, по сути, это тот же самый Линкс. Только без каких-то петровых установок или гиперзвуковых снарядов. Только автопушка. Но вот есть вот такой десант. Будем ли мы этим десантом пользоваться? Большой вопрос. Но, тем не менее, вот такой вот премчик приготовили. Не знаю, когда появится. Судя по всему, недолго осталось ждать. В общем, следите за новостями, за моими, естественно, видосами, где я об этом всем, естественно, расскажу. Ну, а на этом у меня все. Ставим лайкосы. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok